Сегодня 6 марта и в преддверии всемирного и величайшего праздника «Женщины весны» Мы присоединяемся к хору поздравлений, поздравляем всех окружающих женщин с этим замечательным праздником Желаем им простого человеческого счастья и непростого женского счастья Желаем всего, чего они хотят себе сами и даже больше Отрезок времени, минувший после последней оперативки с прошлого вторника И до конца недели был в республике очень бедным на события Однако многие события, которые мы упоминали в предыдущей передаче, получили некоторое продолжение Но давайте обо всем по порядку В конце недели стало известно, что московская часть, московская верхушка партии «Единая Россия» В пух и прах разгромила предварительный список кандидатов в депутаты Государственной Думы От республики Башкортостан Ни для кого не секрет, что несмотря на то, что партия проводит всякие имитационные и не очень мероприятия В виде всяких праймерис, предварительных голосований, тратата и всяких обсуждений На самом деле существует неформальный, но очень важный и действующий список тех, кто идет на выборы И это реально действительно список по списочной системе И это список людей, которые идут по одномандатным округам И этот список бурно, но не публично обсуждается и внутри партии, и внутри властных структур в регионе А потом он также неформально, но обязательно представляется на рассмотрение в Центральный комитет партии в Москву И вот в этот раз то, что представили башкирские единороссы и башкирские власти Было в пух и прах разгромлено господином Турчаком и прочими высокопоставленными функционерами партии Единая Россия Судя по всему, руководство партии Единая Россия в республике Башкортостан И в целом те ветви власти и те представители власти, которые занимаются у нас здесь организацией выборов А это в первую очередь администрация главы республики Башкортостан Утратили связь с реальностью и не до конца понимают ту парадигму, которую задает федеральная часть партии и федеральная власть Ну судя по тому, что те, кто были предложены к рассмотрению, были отвергнуты В том числе, кстати говоря, по моим сведениям, из этого списка неформального, но очень важного списка Был вытеркнут и сам господин Ахмадинуров Который, ну не сказать ничего, если сказать, что мечтал о том, чтобы его отправили и он попал в Государственную Думу Для него бы это было, конечно, безусловно, венцом его карьеры Однако, судя по всему, пока не случилось Так вот, вот этот разгром списка говорит о том, что люди потеряли связь с реальностью и с реальной повесткой В том числе политической повесткой Судя по всему, господин Ахмадинуров и прочие наши политиканы здесь, в Башкирии Не уследили за тем, что происходит в Москве И не поняли, насколько изменилась ситуация в самой партии «Единая Россия» Вот эти активные действия определенной группы внутри партийной, которая случилась в Москве И которую, по сути, и на самом деле возглавляет Дмитрий Медвезев Вот этих движений здесь не заметили и по старинке представили свои вот эти вот кандидатуры Ну, теперь будем наблюдать, посмотрим, как будет меняться этот список От времени информация об этом списке пробивается сквозь плотные слои завесы и тайны Из Белого дома и из исполкома на Цирю по 17 Будем смотреть, насколько попытаются местные власти, и в том числе господин Ахмадинуров Вернуть фамилию Ахмадинуров в этот список Я такой попытки не исключаю, потому что, ну, попадание Ахмадинурова в Государственную Думу Оно выгодно абсолютно всем, ну, кроме, собственно, избирателей Я имею в виду то, что, во-первых, здешние власти Хабиров и его окружение Избавляются от этого достаточно странного, на мой взгляд, персонажа Который, ну, показал, что он несет в себе достаточно серьезные политические угрозы И может, как бы, где-то здесь что-то такое сотворить, что потом трудно, потом будет нивелировать С другой стороны, сам Ахмадинуров понимает, что ему здесь уже практически ничего не светит И, ну, карьера катится к закату, а то, ой, гляди, значит, к какому-нибудь разгрому И было бы здорово, значит, там спрятаться в Государственную Думу Да и вообще депутат Госдумы, это очень даже не кисло для человека уровня Ахмадинурова То есть, все звезды сошлись, кроме избирательной воли А с этим вы знаете, да, у нас как поступает То есть, если ее нет, то ее, как бы, изображают Ну, в общем, будем наблюдать, обязательно будем наблюдать Ахмадинуров всегда находился и будет находиться в поле нашего внимания На прошедшей неделе продолжилась война ради Хабирова с застройщиками Вот этот крестовый поход против строителей республики Башкортостан Который затеял Хабиров, Баширов и еще некоторые из верхушки власти республики Он, конечно, вызывает особое опасение Помимо того, что, возможно, будет причинен какой-то существенный ущерб конкретным юридическим лицам Тут еще и в целом строительная сфера республики может существенно и серьезно пострадать В результате действия вот этих вот оголтелых товарищей Выступая в Горсовете, ради Хабиров на прошедшей неделе подтвердил Что его война с застройщиками перешла в острую фазу Что он подозревает о том, что в среде застройщиков зреет заговор И они объединяются для того, чтобы его, как он выразился, сковырнуть Ну, это, конечно, на мой взгляд, весьма параноидальное предположение Хотя что-то под ними есть И на месте застройщиков я бы действительно, поняв, какую угрозу несет для них Хабиров и его команда Я бы, на самом деле, тоже начал объединяться А у этих ребят предостаточно денег для того, чтобы сформировать некую силу Которая, если не сковырнет Хабирова, то, по крайней мере, поставит его на место Но в целом, конечно, паранойя Хабирова, она абсолютно обоснована Ему стоит бояться застройщиков и их объединения И вот то, что происходило в предыдущие дни, как раз-таки очень хорошо ложится в логику того, что случилось в следующем Я говорю о визите в Республику Башкортостан и в Уфу руководителя фонда Дом.РФ Это человек Марата Хуснулина, который приехал, по сути говоря, с инспекции Проверить, куда же делись 7 миллиардов рублей, которые в прошлом году фонд выделил для республики И обсудить, что делать дальше Честно говоря, республика претендует на то, чтобы получить существенно большие средства для решения проблем обманутых дольщиков Однако и со стороны фонда Дом.РФ, и со стороны Марата Хуснулина поступают в адрес республики совершенно обоснованные претензии о том, что не ведется нормальная работа по решению этой проблемы Только просить деньги, этого недостаточно, а нужно еще и заниматься решением проблемы комплексной Речь идет вот о чем На самом деле решение проблем обманутых дольщиков вовсе не заключается в том, чтобы взять у государства много-много миллиардов И на эти деньги решить проблемы, которые создали какие-то конкретные негодяи, мошенники, либо неудачники На самом деле речь идет о том, чтобы решать проблему комплексно В том числе и отыскивая спрятанные активы недобросовестных застройщиков, которые породили проблему Вот об этом говорит Хуснулин, и именно этого не происходит в республике Башкортостан Конкретно были претензии о том, что не преследуются по закону и правоохранительными органами застройщики, которые стали причиной вот этих проблем Я много раз говорил, я не понимаю, так сказать, с улыбкой на лице, не понимаю, почему Комлев до сих пор на свободе И значит под какой-то санкцией типа подписка о невыезде, а вовсе не в СИЗО и не дает показания Почему не ищутся его активы, почему не расследуется его сотрудничество с господином Качкаевым, Броверманом и прочими Почему вот этим вот не занимается следствие Я понимаю, что ради Фарича страшновато расследовать, наверное, причастность Павла Рюриковича Качкаева к Миловскому парку Я понимаю, что до Бровермана Хабирову тоже не дотянуться, но пускай этим занимаются следственные органы И отчитываются, что вот мы постучались в ворота Бровермана, нас оттуда послали и мы пошли обратно Хотя бы для галочки Вот это и есть суть претензий Хуснулина Хуснулин обвиняет башкирские власти в том, что они ни черта не делают по расследованию и привлечению к ответственности застройщиков И вот потому случилась вот эта истерика у Хабирова Он стал топать ножками И, кстати говоря, топать ножками совсем не на тех, на кого нужно Я не удивлюсь, если опять Комлев будет гулять на свободе А совершенно непричастные к каким-то проблемам застройщики попадут в жернова господина Баширова, который назначен тут главным инквизитором Все большему и большему сомнению подвергается тезис Хабирова о том, что немыслимое количество строителей в Башкирии строят без разрешительных документов Немножко погружаясь в эту историю, я понимаю, что тут Хабиров нагло врет Потому что на самом деле у любого строителя точно есть разрешительные документы, причем они получены от мэрии Хабирова Ну, я так уж образно выражаюсь, потому что что Мустафин, что Греков, это были плоти от плоти сам Хабиров Соответственно, мэрию можно называть именно мэрией Хабирова Вот в частности, ложность этого тезиса мне пришлось увидеть на примере того же вот этого злополучного 27-этажного дома на Армавирской 15А Речь идет о том, что вот сейчас выясняется, что на самом деле разрешительные документы у этой компании точно есть Я на следующей неделе полюбопытствую и посмотрю эти документы воочию Мне очень интересно, стоит ли там подпись Грекова Потому что разрешительные документы были получены в январе 2021 года и Сергей Николаевич уже был мэром Вот это очень важно, посмотреть на документы У Носкова стоит ли подпись Мустафина, Пашатару ставили 5 И у вот этой компании на Армавирской 15А стоит ли там подпись Грекова Я понимаю, что по ПСК-6 пошли более таким изощренным способом И там претензии к ПСК-6 были сформулированы как угроза жизни и здоровью близлежащих жителей И тут как бы было сложно в общем-то с этим спорить А вот по поводу Армавирской 15А там все значительно интереснее На самом деле никакого предписания об остановке строительства там не существует Есть какое-то смутное, совершенно необязательное к исполнению письмецо из мэрии В котором написано рассмотреть и возможность приостановить строительство в связи с жалобами там местного населения Ну такая бумажка ничего не значит на фоне полученного реального законного разрешения с подписью мэра Грекова Если таковое существует Вот повторюсь, на следующей неделе я поглубже погружусь в историю Армавирской 15А И хочу понять, насколько Хабиров противоречит сам себе Насколько он отводит наше внимание от реальных криминальных застройщиков Я имею ввиду всяких там Комлевых и прочее Значит, вот это очень важно То есть я вполне допускаю, что вся деятельность Хабирова Баширова на этой почве Это всего лишь имитация отвлечения внимания от более важных процессов В общем, будем разбираться А еще наши зрители, наши подписчики и вообще жители Башкирии Очень внимательно следят за речью ради Фаридовича Хабирова Внимают тому, что он нам вещает и время от времени даже анализируют Я говорю о том, как Хабиров захлеб рассказывал об парке Кашкадан Который мы героически обустраиваем вот уже последние лет, наверное, 20 Так вот, в этот раз Хабиров похвастался, что кардинальным образом Расчищено озеро в этом парке, которое пришло в негодность И, внимание, вывезено 40 тысяч автомобилей с грязью из этого озера Ну, то есть, с одного то, что достали Вот за эту цифру в 40 тысяч зацепились наши читатели И прислали мне очень любопытный расчет Если высчитывать из критериев среднего грузового автомобиля Критериев емкости его кузова То получается, что, по словам Хабирова, вывезено 600 тысяч кубометров грунта Которые извлекли со дна этого озера А вот 600 тысяч кубометров, дорогие зрители Это яма размером 250 на 250 метров и в глубину 10 метров Вы видели такое в парке Кашкадан? Я нет Это гигантский кратер, которого там на самом деле не существует И вот тут с этим есть вопрос Или Хабирова ввели в заблуждение по поводу вот этих цифр Которые он нам героически, значит, тут так с пафосом заявил Тут прямо Или Хабиров нас вводит в заблуждение Но давайте тогда опубликуем сметы, расчеты по этому Кашкадану А то у нас какие-то смутные сомнения появляются Ведь с каких бешеных денег стоит вывезти 40 тысяч автомобилей И где та яма, которую можно было вырыть, исходя из этого объема Как я и говорил, мы сегодня будем во многом дополнять новости предыдущего выпуска И самой смешной новостью предыдущего выпуска была новость про бешбулякскую заправку для электромобилей Которой так гордится Римма Юрьевна Бойцовой, на которую она потратила, видимо, большую часть из своего миллиардного бюджета Так вот, выяснилось, что, оказывается, заправка электричеством автомобилей в бешбуляке Это вовсе не пустое дело В бешбуляке есть 4 электромобиля И для них теперь есть там действительно комфортная, обустроенная, правильно сделанная электрозаправка Кроме всего прочего, в дополнение к этой грандиозной новости выяснилось еще и то, что Римма Юрьевна скромно умолчала О некоторых своих грандиозных успехах В частности, о том, что в поселке Малояз Римма Юрьевна открыла каворкинг Тут у меня, конечно, есть несколько вопросов Я нисколько не сомневаюсь в том, что Малояз — это второй центр по креативности и развитию малого бизнеса после бешбулякского района Но у меня вопрос, все ли жители района вокруг Малояза оповещены о том, что такое каворкинг Насколько он заполнен, этот каворкинг, и какова эффективность этого каворкинга В общем, каворкинг в Малоязе — это еще один из трендов развития малого бизнеса в Республике Башкортостан Помните, на оперативке Радий Фаридович анонсировал самый честный эксперимент по продаже земли в городе Уфе? Он передал из республиканской собственности в городскую Замечательный участок в центре города Уфы И потребовал продать его так, чтобы денег хватило на строительство школ, детских садиков и прочего Понятное дело, что самый честный эксперимент был поручен провести самому честному чиновнику Ренату Баширову И вот эта история, которая случилась на прошлой неделе, она вызвала очень широкий отклик среди наших читателей и подписчиков Многие писали об этом, и в частности сформировался некоторый конкурс, который я объявляю сейчас Выяснив, что этот участок земли непосредственно примыкает к следственному изолятору и колонии Который находится в центре Уфы И вот эта вот пекантная подробность, она породила тот самый конкурс, а именно конкурс на название жилого комплекса И конкурс на слоган для этого жилого комплекса при продаже квартир Тут уже поступили некоторые предварительные названия Жилой комплекс, например, предлагают назвать в законе, колючка, крытка или даже очень в рифму ЖК и ТК А вот слоганом для продажи квартир в этом жилом комплексе вообще могут быть такие фразы, как Ваши дома под присмотром, век воли не видать, золотые купола Еще такое замечательное название На кичи как дома Ну в общем, фантазия наших подписчиков безгранична Присылайте и вы свои варианты Вообще, конечно, такое соседство для элитного по задумке жилого комплекса Это очень интересная комбинация Для многих жителей этого комплекса, в принципе, можно будет даже далеко не ездить в случае чего Потому что мы знаем, что в элитных домах в Уфе проживают в основном чиновники и сотрудники всевозможных правоохранительных органов Коту и зачастую которые и перекочевывают из своих комфортных квартир в некомфортные условия СИЗО А тут, в принципе, можно в тапочках будет сходить И еще раз про бездомных животных, о которых мы говорили в одной из предыдущих передач Ну, помните, мы говорили про вот эти вот какие-то странные, завиральные, фантастические идеи Всяких вот этих наших вот супермоделей Кинг Сайз и Николаев Бажинах и прочих примкнувших к ним собаководов Вот эта история про собачий курорт, собачий, значит, заповедник Слава Богу, мэрия Уфы была отвергнута окончательно Как говорится, пошумели, разошлись Всякие Сани Томасовы и Коли Бажины, значит, тут же съехали, когда поняли, что никаких 100 миллионов, значит, им не выдадут на строительство этой завиральной идеи Но в сухом остатке осталось две более или менее реальные идеи Я говорил о том проекте, который собираются реализовать в новых Черкасах на базе франшизы компании Мокрый нос Вот там хотят построить приют для собак И в Иглино, в Иглино вообще все интересно Тут я как бы отмечаю инициативу и очень положительную роль главы Иглинского района Николая Николаевича Самойленко Который в сотрудничестве с инициативной группой по созданию этого собачьего питомника все-таки начинает двигаться к решению Речь идет об автономно-некоммерческое объединение «Надежда», которое возглавляет Быкова Ольга И вот Ольга Быкова в сотрудничестве с Николаем Николаевичем Самойленко сформировали такое муниципально-частное партнерство И речь идет о том, что госпожа Быкова намеревается построить там нормальный приют для собак Она уже сейчас содержит 100 собак на собственном участке в 15 соток в Иглино И хочет расширить эту деятельность Вот эту вот идею надо только приветствовать Этот приют существовал и планирует существовать на пожертвования, которые госпожа Быкова собирает в социальных сетях И я бы очень хотел, чтобы Самойленко довел до конца вот это дело по выделению земли Земля там есть, кроме земли энтузиасты защиты животных не просят ничего И это очень важно в наши тяжелые времена Я имею в виду, что никакие 100 миллионов они не попросили у Самойленко Очень хотелось бы, чтобы у них все получилось в Иглино И тогда, может быть, хоть чуть-чуть эта проблема бездомных животных в Уфе и в республике будет решена Еще в конце прошлого года мы заявили о новом таком подпроекте Речь идет о контакте, связях с районами, регионами республики, городами, поселками, деревнями, муниципалитетами И вот этот проект, несмотря ни на что, он на самом деле заработал И речь идет о том, что время от времени нам приходят всевозможные видео из районов И вот в этот раз нам прислали видео из города Октябрьского В этом видео речь идет о бедственном, совершенно кошмарном состоянии медицинских учреждений города Октябрьского Детских медицинских учреждений, по крайней мере, по утверждению авторов роликов Вот тут у меня есть вопросы, и я прошу дополнить и разъяснить нам ситуацию Тех, кто нас смотрит, и непосредственно жителей Октябрьского В этом ролике показывается одна больница или две Это только детская больница или еще и детская поликлиника Вот здесь вот немножко непонятно, и тут я не берусь утверждать Что вот именно так все обстоит в конкретном медицинском учреждении Но в целом то, что мы видим в этом ролике, конечно, ужасает Жизнь продолжается, появляются все новые и новые инструменты, события и продукты, в том числе в виртуальном мире И вот в Россию пришел Клабхаус Это некая такая голосовая, звуковая история, голосовой звуковой сервис для владельцев айфонов Там создаются некие сообщества, некие группы, комнаты, в которых происходит общение И открытая политика идет в ногу со временем На следующей неделе мы открываем, создаем комнату открытой политики в Клабхаузе Конечно же, дадим анонсы и расскажем, когда и что будет происходить Я вообще планирую воспользоваться этим сервисом именно для приглашения спикеров Для создания некой дискуссии внутри сообщества Надеюсь, что наши подписчики и наши пользователи поддержат нашу инициативу Но, в общем, сегодня мы это анонсируем А на следующей неделе и в ближайшей неделе будем рассказывать, когда и где что там будет происходить Помогать вам ссылками, помогать консультациями, как зарегистрироваться, как зайти В общем, Клабхаус пришел и к нам Теперь нашему каналу «Открытая политика» на YouTube доступна функция спонсорства И мы вводим эту функцию, и сейчас я подробно объясню, как и что работает Рядом с кнопкой «Подписаться», которую, я надеюсь, все из вас уже нажали Появляется кнопка «Спонсировать» И далее вы переходите в меню, где можете выбрать тот уровень спонсирования, который вы для себя видите возможным Речь идет о регулярном пожертвовании в адрес YouTube-канала Вы один раз проходите регистрацию, заполняете эту форму И с вашей банковской карты регулярно раз в месяц будет списываться та сумма, которую вы считаете возможной пожертвовать нашему каналу Речь идет о трех уровнях спонсорства Это сумма 99 рублей в месяц Это сумма 499 рублей И сумма 999 рублей в месяц Что мы постараемся дать взамен тем нашим лучшим и самым любимым подписчикам, которые станут нашими спонсорами Давайте подробно разберем все три ступени спонсорства и начнем с третьей минимальной ступени Жертвуя нам 99 рублей в месяц, в ответ и в благодарность за это вы получаете возможность быть упомянутыми в наших выпусках Ну и естественно только по желанию Мы всегда и молчаливо благодарны нашим спонсорам и тем, кто помогает каналу тем или иным способом Но если вы желаете, мы упомянем вас поименно, пофамильно или с упоминанием вашего юридического лица Те, кто становится спонсорами второго уровня и жертвует 499 рублей в месяц нашему каналу Получают доступ к особым видео, к закрытым видео, которые мы начинаем с этого момента размещать регулярно на нашем канале Вы получаете особую ссылку и по этой ссылке заходите на видео Никто кроме вас, кроме тех, кто подписан на второй и первый уровень спонсорства Доступа к этим видеороликам получать не будет И теперь о спонсорах первого уровня Это самое дорогое спонсорство 999 рублей в месяц можно пожертвовать регулярно нашему каналу И за это пожертвование мы предоставляем возможность получать доступ не только к закрытым видео, которые доступны и спонсорам второго уровня Но еще и к закрытым стримам, которые мы тоже будем проводить регулярно на канале Естественно, оповещая об этом наших элитных спонсоров И вот эти все плюшки и маленькие призы, надеюсь, будут достаточной благодарностью за ту помощь, которую вы оказываете каналу Вообще помогать каналу нужно потому, что мы, собственно, и существуем только в основном за счет вот этого спонсорства Вот этих пожертвований Это очень важно для нас Меня, конечно, немножко обижает и удивляет, как низок процент тех, кто что-то физически по-настоящему жертвует в адрес канала У нас свыше 26 тысяч подписчиков И ничтожный процент из них реально поднимает что-то от дивана и жертвует хотя бы 50 или 100 рублей Вот реализуя вот эту функцию спонсорства, мы как раз и посмотрим, насколько люди реально готовы помогать каналу Насколько они готовы оплачивать, ну, хотя бы в какой-то степени наш труд И в любом случае мы всех вас любим и всем вам благодарны, что бы вы ни делали для нашего канала Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!